Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева передал в библиотеку следственного изолятора номер один в Владивостоке 2000 книг. Стихи, прозу, справочную и образовательную литературу передали неравнодушные жители города, откликнувшиеся на призыв музея и гувсин по Приморскому краю. Акция случилась на самом деле случайным образом. После нашего первого визита мы поняли, что хочется поделиться чем-то еще, кроме знаний. Поэтому инициировали такую акцию, как сбор книг и приурочили ее к пасхальным праздникам, потому что на самом деле это старые традиции Владивостока еще конца 19 века, когда весь город мог помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Собирали разные, там могли быть и одежда, и продовольствие, и литература. И мы остановились на литературе, потому что знаем, что есть такая потребность чтения. Среди переданных книг произведения различных периодов русской и зарубежной классики, художественная и фантастическая литература, а также журналы и брошюры разных жанров. Владивостокцы передавали довольно ценные экземпляры конца 19-го, начала 20-го века. После обязательной проверки коллекция пополнит библиотечный фонд СИЗО. Хочется выразить большую благодарность, потому что книжный фонд СИЗО-1 составляет 3600 книг. Численность лиц, содержащихся под стражей, более 1000 человек. И поэтому книги всегда это хорошо, когда нам помогают и привозят, потому что книги очень популярны. Чтения здесь приветствуются, в связи с тем, что не во всех камерах у нас имеются средства массовой информации в виде телевизоров. Поэтому чтение очень востребовано в следственном изоляторе. Читают разные, читают и художественную литературу, и истории, приключения, фантастики. В принципе, читают также и женщины, содержатся женские романы. Поэтому большое спасибо и горожанам, и музеям Нарсеньева. Помимо книг, сотрудники музея представили в сезон номер один передвижную выставку, посвященную переселению людей на Дальний Восток. Поэтому у ребят есть возможность восполнить свои знания или впервые узнать о том, как проходило заселение этих территорий, и какими были жители нашего региона. Подобные проекты, в том числе и передача литературы, и продолжение сотрудничества музея с ГУФСИН по развитию историко-просветительской деятельности для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.